Уважаемые пассажиры, через 3 минуты с 5-го пути отправляется скорый поезд 84-й до Караганды. Через 3 минуты с 5-го пути отправляется скорый поезд 84-й до Караганды. Просим пассажиров занять свои места в вагонах доброго вам пути. Ты сначала должен очистить свой ум от вопросов, концентрируй свое внимание, чувствуй силу. Пари! Привет капитанам особо дальнего плавания. Сегодня у нас на разборе Йохан Дэвид собственной персоной, и мы узнаем, чем он хорош, и стоит ли стремиться к его приобретению себе в порт. Причем, как обычно, максимально кратко и информативно. Как вы помните из моего прошлого голландского видео, новые крейсера, вплоть до восьмерки, мне не очень понравились, а авиаудар и вовсе разочаровал. У девятки авиаудар оказался в целом не лучше, и на этом можно было бы поставить точку, если бы не ряд открывшихся обстоятельств. Йохан Дэвид очень даже хорош и без авиаудара, который лишь приятная вишенка на торте и не более того. Ну или добавка к голландскому пироженому. Само же пирожное заключается в живучести крейсера и его орудия. Живучесть зиждется на следующих составляющих. Во-первых, очень хорошая для крейсера броня и устойчивость к быстрому схлопыванию. То есть крейсер под огнем медленно тает, но резко его просадить не так и просто. Во-вторых, отличный инвиз 10 км в полной заточке, что позволяет во многих ситуациях легко и непринужденно отсвечиваться, просто перестав стрелять, а потом безопасно уходить из неприятной ситуации. В-третьих, в отличие от восьмерки, у нас уже приличная дальность стрельбы, так как есть модуль на дальность, с которым мы стреляем на 18,6 км, что всяко лучше, чем 15,6 км у восьмерки. То есть мы уже не так сильно обязаны рисковать для нанесения урона. В-четвертых, у нас отличный набор защитных расходников. Одновременно и габ, и заградка в сочетании с неплохим ПВО. В итоге, с точки зрения живучести, крейсер играется очень комфортно и удар неплохо держит и почти в любой момент может отсветиться. Теперь переходим к орудиям. В отличие от восьмерки, у ВИТО калибр уже серьезный, 240 мм. Урон на ББшках тоже солидный, 6-100. Правда, время перезарядки все еще долгое, 16 секунд, а орудий все так же 9. Но все равно, по сравнению с восьмеркой, тут урон уже набивается бодрее, как ББшками, так и пожарами, которые вешаются довольно хорошо. Ведь шанс поджога с флажками составляет 22%. В итоге мы получаем уже что-то среднее между тяжелым крейсером и линейным, причем уже ближе ко второму, но с маскировкой, которой позавидуют некоторые легкие крейсера. И с отличным набором расходников. А еще и авиаудар, который тогда-никогда, а приносит урон и радость, да и вообще веселит. И все это в комплексе делает корабль очень приятным. Я бы сказал, что он приятнее любого прокачиваемого крейсера 9 уровня и может соперничать по комфорту игры с 9 премиум крейсерами. Конечно, по эффективности он не дотягивает до таких имб, как Аляска или Кронштадт, но вот Сазума или Эгиром уже вполне может поспорить. Так что по сравнению с прокачиваемыми крейсерами, Йохан Дэвид несколько имбоват. И пусть он не набивает тонны урона, но в сочетании с живучестью и другими своими достоинствами, крейсер приносит удовольствие от игры и оказывает неплохое влияние на бой. И поиграв на нем я могу сказать, что десятка, если она сохранит тенденцию увеличения мощности, может стать весьма интересным кораблем. Ну и отдельно стоит сказать, что голландцы могут быть особо сильны в отряде за счет скоординированного применения авиаудара, что в теории открывает им дверь в соревновательные режимы типа клановых боев, но это уже не точно. В любом случае девятка хороша, конечно не настолько, чтобы сейчас бежать покупать ее за дублона и казино, но ждать общего доступа стоит, как и для десятки, которые пока имеют все шансы понравиться многим игрокам. Надеюсь, видео было вам полезным и вы не станете сдерживать себя в желании помочь каналу не пересохнуть через донатку или спонсорство. У нас впереди еще много интересного. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай. Будет тебя не хватать. Благодарю, генерал.